Продолжение следует... Но Тоттенхэм и создавали, и как будто допускали визуально. Последнее предложение тут, это не моя вина, тут что-то непонятное написано. Так, ну общий ракурс я этого вопроса вашего понял. Так, смотрите, мне кажется, все-таки тут проблема в том, что раньше, когда у Тоттенхэма были все доступные, Антонио Конте, и мне кажется, он видел эту дилемму сам, мог выбирать между 3-5-2, где у него есть именно тройка в центре, и это с точки зрения Тоттенхэма, наверное, все-таки более оборонительный вариант, и 3-4-3, где у него тройка в атаке, и может быть из нее постепенно один игрок опускается для того, чтобы балансировать команду. Ну и понятное дело, еще в двух схемах у него в любом случае высокие позиции латерали всегда присутствуют. Раньше он мог выбирать и оценивать, в каком матче ему нужно сыграть более оборонительно, в каком матче ему нужно сыграть более смело. Сейчас, почему эти проблемы стали особенно оголяться? Они стали особенно оголяться, потому что он не выбирает, а травмы диктует, какую схему применить. Там уже даже, простите меня, Оливер Скип выходил в некоторых матчах в центре поля у Тоттенхэма. Это, конечно, не снимает с Конте вины за некоторые его просто откровенные припадки безумия. Например, в матче против Марселя он на правом фланге, правым латералем, никогда раньше на этой позиции Райан Сосиньон не играл, выпустил Сосиньона. При том, что у него был Эмерсон в запасе, и у него был в старте на другом фланге Перешич. Перешич, который может как раз-таки играть на двух флангах, который даже в этом сезоне на правом фланге играл. Конечно, припадки у Антонио Конте тоже случаются, но глобальная проблема у Тоттенхэма, которую вы, как мне показалось, описываете в своем вопросе, как раз-таки сводится к тому, что в последнее время Никонте решает, когда, какой вариант тактически лучше применить. На старте сезона он, кстати, неплохо этим игрался, иногда там со скамейки схему менял. Сейчас просто-напросто травмы определяют, и травм становится все больше. Еще раз напомню, что Сон, к сожалению, может даже чемпионат мира пропустит, получил очередную травму. Так что тут все печально у Тоттенхэма. Это касается текущих дел. Давайте переходить к Конте в принципе, к таким более общим вопросам. Андрей формулирует такой вопрос. Вадим, у меня даже не вопрос, а скорее просьба. Не смогли бы вы детально объяснить, почему продолжаете считать Конте топ-тренером? Вам не кажется, что его футбол устарел? Да, сохранились пресловутые автоматизмы и короткие розыгрыши. Но на этом все. Остался только дырявый автобус с топовыми стандартами. Тоттенхэм в этом сезоне олицетворение команды, которая своей игрой убивает страсть к футболу. При этом Конте требует кучу новых футболистов, чтобы добиться лучших результатов. Но на примере того же Ньюкасла, где трансферов не сильно больше, можно увидеть, что добиваться результата можно и с менее топовыми исполнителями, но при этом играя качественно в другой футбол. Да, и летом он получил несколько хороших игроков, из которых пока пользуются лишь от старичка Перещича. Мне кажется, все-таки тут очень много всего намешано. Но вопрос интересный. Я не думаю, что нужно всерьез сравнивать с Ньюкаслом. Под звукой Эдди Хау работает с абсолютно другими ожиданиями. Эти ожидания, например, влияют на то, как мы воспринимаем стиль его футбола. То есть, когда он строит хороший прессинг и показывает хороший прессинг в некоторых матчах, даже в некоторых матчах, мы его хвалим, мы это отмечаем. И у нас просто стартовое ожидание от Ньюкасла, как от команды Стива Брюса, простите. Даже несмотря на то, что они становятся лучше. И любое движение поступательное приветствуется. И любые проявления примитивности, которым тоже Ньюкасл особенно с мячом обращается, они часто игнорируются, теряются на общем фоне. Так что, с одной стороны, это нормально. Я считаю, что абсолютно нормально. И допустимо это в Ньюкасле. И там какие-то эстетические требования пока неприменимы. Но почему-то вот приплетать Ньюкасл в сравнении с Тоттенхэмом, который в этом плане существует немножко в другой парадигме, мне кажется, это просто-напросто не совсем корректно. Как не совсем корректно выбирать, опять же, прием черепикинга, выбирать тренера, у которого в моменте все складывается грандиозно. Поскольку Эдди Хау, на мой взгляд, проделает грандиозную работу. И сравнивать его с тренером, который тоже в моменте получает какую-то критику. То есть так можно очень много тезисов, которые на дистанции 5 лет, на дистанции 10 лет, не выдерживать никакой критики, доказать именно в моменте, просто пользуясь маленькой выборкой. Это не означает, что нужно тренеру, который на маленькой выборке показывает хорошие результаты, перестать хвалить, а тренера, который сейчас проваливается, не критиковать. Но это означает то, что нельзя сделать таких глобальных выводов, которые вы пытаетесь делать, основываясь только на этом наблюдении. Это вот ответ на попытку приплести сюда Нью-Хасл. Если отвечать в целом, почему я продолжаю считать Антонио Конте топовым тренером, тут два момента, я считаю, нужным отметить. Первый момент – это то, какой результат он показывает относительно ресурсов. Последний его, вы, наверное, позабыли, поскольку это было так давно, аж в целом в прошлом сезоне, последний его такой мини-шедевр – это то, как он взял Тоттенком в середине таблицы, да, на старте, да, еще была большая дистанция, и вытащил команду в Лигу чемпионов. Это то, что не было очевидным. Вот можете просто свои ощущения, ощущения, которые царили везде у букмекеров, у кого угодно, на момент прихода Антонио Конте. И лучше даже возьмите ситуацию, если вы смотрите на котировки на момент, когда еще было непонятно, кто приходит, потому что котировки после прихода Конте уже учитывали фактор Конта, который он может дать команде. Как он вытащил Тоттенком в прошлом сезоне, и он не просто вытащил, он сделал Тоттенком узнаваемой своей командой. Вам, может, в принципе, не нравится портрет команды Антонио Конте, он отличается, и он на фоне других топ-тренеров, там, Клопа, Гвардиолы, Тухеля, он более труслив. Чего уж там, действительно, портрет команды Антонио Конте, не сам Антонио Конте, конечно же. Я не знаю, кто там, вот если бы у них был поединок, там, с условием Гвардиолы, может, я не думаю, что Конте себя трусом проявил бы тут. Но важно другое. Портрет команды Антонио Конте действительно будет более трусливым, может, не нравится вам в принципе. Но то, как он делает команды своими тренерскими узнаваемыми, и то, как он относительно ресурсов, относительно стартовой точки команды улучшает, преображает. Да, как правило, мы не можем насладиться его работой или его провалом в долгосрочной перспективе, но как он делает это в краткосрочной перспективе, это просто не оставляет выбора, кроме как считать его топ-тренером. И для меня просто нет вообще вот этого пунктика о том, что есть правильный, неправильный способ игры в футбол. Если твой способ игры в футбол эффективен, если этот способ игры переносится еще из команды в команду, если он подходит игрокам, если это основано не на везении, а именно на какой-то тактике, какой бы она трусливой не казалась кому-то, у меня нет никаких проблем с тем, чтобы называть такого тренера тоже топовым. Вообще, может быть, я тут зануден и повторяю одни и те же вещи, но для меня самое важное в оценке тренера, любого, это ресурсы, результат. Ресурсы. Я чаще всего определяю как то, что у него есть в распоряжении, как правило, лучше всего это оценивать через зарплатную ведомость. Результат я могу по-разному определять в долгосрочке, это, безусловно, результат, который мы наблюдаем на табловке, в краткосрочке это может быть и результат, основанный именно на качестве игры, но Конте во всем этом хорош. Может, не нравится его стиль, но он хорош. И его последние успехи, опять же, если мы его дальше будем сравнивать с некоторыми другими тренерами, которым есть вопросы и которых я уже, например, топовым не считаю, его последние успехи по этому простому показателю, стиль для меня, простите, уж просто не важен. Я могу дать, не важен на глобальном уровне, я могу дать некоторые поблажки за более трудно атакующий стиль, и Конте не получает эти поблажки, но в целом он не так важен, как вот это вот соотношение ресурс-результатов. Антонио Конте нигде в этом отношении не проваливается, и Антонио Конте добивается уникальных вещей. Чемпионство с Челси, чемпионство с Интером, выход в Лигу чемпионов с Тоттенхемом, везде он команды преображает, и везде он по этому параметру все еще выходит как тренер-победитель. И, честно говоря, надо еще посмотреть, когда он последний раз прямо значительно ниже ожиданий. Наверное, это был второй, именно по ресурсу результата, наверное, второй сезон в Челси. Последний раз был, когда он по этому показателю опускался ниже ожиданий, а остальные либо на этом уровне, либо выше. И прыжки выше у него достаточно частые. Поэтому, и опять же, это еще дополняется тем, что у него четкая методология, и команда Конте – это тоже узнаваемый бренд, пускай бренд, который многим не нравится. В общем, мне кажется, у него есть все элементы для того, чтобы считаться топ-тренером. И, на самом деле, даже сейчас, если мы просто учтем конкуренцию, которая присутствует в ВПЛ, позиция Токтенхэма, она не какая-то провальная. Антонио Конте по-прежнему работает, наверное, с шестой по ресурсам командой, которая, да, проявила амбиции этим летом, но это все равно на фоне этой конкуренции шестая по ресурсам команды. На каком месте они находятся? На третьем месте они находятся. Заслуживает ли это критики эпизодической? В некоторых матчах там была ужасная игра. Заслуживает, конечно. Заслуживает ли это глобальной критики и попыток пересмотра статуса Антонио Конте как топ-тренера? Ну, нет, простите, мне смешно. В Лиге чемпионов тоже можно убедительнее было выйти из этой группы, но на выходе Токтенхэм не просто выходит, а еще выходит даже с первого места. Так что отстаньте от Антонио Конте. Я не вижу объективных причин, честно вам тут говорю, не вижу объективных причин перестать почему-то его считать топ-тренером. И да, я не применил возможности, учитывая, что такой вопрос не один, вынести это в заголовок, усомниться в нем в заголовке. Но это лишь художественный прием. Я не сомневаюсь в нем, если мы говорим о содержании, а не о заголовке. Следующий вопрос тоже касается этой плоскости, но еще предлагаю сравнить с конкретным персонажем Антонио Конте. Конте и Мауринио тренеры одной величины, или у них есть кардинальные отличия? Не кажется ли вам, что идет стагнация тренерских идей Конте? Безидейность, отсутствие оппозиционки, устаревший футбол. В чем плохо Антонио Конте? Отсутствие Кулусевски может быть оправданием такой игры по сравнению с прошлым сезоном. Ришард Диссон или Сон? Назовите гипотетические трансферы, которые кардинально улучшат игру шпор. Ой, простите, что зачитал последнее. Конечно, тут трансферную кампанию гипотетическую проводить не будем. Слишком много времени на это уйдет. На другие вопросы Ришард Диссон или Сон? Кто из них здоров, скажите? Ну, долгосрочно, конечно, Сон. В этом сезоне на некоторых отрезках можно выбрать и Ришард Диссон. Конечно, давайте к основному вопросу, который интересно сформулирован. Во-первых, сравнение Мауринио и Конте. Это не только в этом вопросе. Очень часто вообще в последнее время натыкаюсь в нашем чатике. Очень часто это проскальзывает. Наверное, потому что Мауринио – это ориентир такого тренера, которого я критикую. И вот Конте вроде как тренер, которого многие тоже хотят по такой же планке критиковать и хотят записать в такие же лузеры. Давайте просто, опять же, я очень четко обрисовал, почему я считаю важным вот этот ресурс и результат. И мне кажется, каждый может перепроверить то, как я вот этих тренеров оцениваю, как я для себя формулирую. Мы можем там спорить о деталях, но давайте вот просто по этой же шкале проверим Жозе Мауринио. И просто посмотрим, что у него было в аналогичных ситуациях. Вот берем итальянский опыт. Я, наверное, не все примеры сейчас использую, которые у меня есть в загарчнике по Жозе Мауринио относительно Антонио Конте. Но основные использую. Вы можете дополнять, можете спорить. Но я считаю, что вот я привожу несколько примеров, но я также знаю полную картину. И полная картина либо такая же, либо еще хуже. Так смотрите, что у нас по результатам в Италии. Антонио Конте приходит в Интер. И в первый сезон Интер, который до него был четвертым, 69 очков, не делает чемпионом. Но 10-12 очков дополнительных за сезон. 13, получается, дополнительных очков. Даже немножко его тут недооценил. 13 дополнительных очков приносит команде сразу же. Вот просто он пришел в эту команду и сразу же этой команде очки принес. И относительно того положения, в котором она была. Можно, конечно, говорить о трансферной компании, которая была у Антонио Конте. Но на самом деле то же самое можно сказать и про Жозе Мауринио. Его тоже балуют постоянно трансферами, которые Рома не факт, что позволила бы себе при Пауло Фонсеке. Так вот, например, в прошлом году самые большие затраты были у Ромы, если говорить именно о трансферах. Так вот, Жозе Мауринио, если мы берем эту же категорию, приходит в Рому, которая в сезон до него набрала 62 очка. Но в сезон с Жозе Мауринио, при том, что, да, он красавчик, поменял атмосферу, сплотил вокруг себя город, выиграл Великую Лигу Конференции, в которую чуть не вылетел снова, кстати. Ну что он показывает нам на дистанции? На дистанции Рома набирает на одно очко больше. Браво! Какой прогресс! Великий Жозе! Вы понимаете разницу? Даже если мы еще допускаем, что второй сезон получится у Жозе успешнее первого, как получился у Антонио Конта, и когда он во второй сезон сделал чемпионом команду, которую взял четвертой с показателем 69 очков, то понимаете разницу? 13 очков улучшить команду, на 13 очков улучшить сразу же команду. Тренерская работа, чувствуете? И на одно очко улучшить команду, зато себе набить кучу пиара, потому что ты выиграл какую-то говночашку. Ну серьезно, мне кажется, тут все очевидно в этом сравнении. И для того, чтобы хоть как-то соответствовать тому, что показал Конте, а вы же не просто задаетесь вопросом «хороший-плохой Мауринио», а вы сравниваете его по Конте. Мауринио сравниваете с самим Антонио Конте. И чтобы как-то соответствовать этому сравнению, ему сейчас надо выиграть с Рома и чемпионство. Выиграет он в этом сезоне чемпионство? Я не думаю, что он выиграет с Рома и чемпионство. А Конте первый сезон плюс 13, второй сезон чемпионство. Команду взял в чуть лучшем состоянии, чем была Рома на приход Мауринио, но между ними не кардинальная разница. И в любом случае, хорошо, сравниваем Рому просто плюс в очках, но все равно прогресс, того эффекта, который Конте оказывает на своей команде, нет. Возьмем еще, наверное, более показательную ситуацию – Тоттенхэм. Приходит Мауринио в Тоттенхэм, тоже в середине сезона, в трудной ситуации. И что он делает? Он команду в Лигу чемпионов не выводит. Какое там у него было место? Шестое, по-моему. Сейчас сходу мне будет тяжело это вспомнить. По-моему, он занял в тот сезон, это был, по-моему, ковидный как раз таки сезон, когда Мауринио пришел по ходу сезона в Тоттенхэм, и занял шестое место с Тоттенхэмом. И следующий сезон не доработал, и там очень много плакал про то, что его перед финалом Великого Кубка Лиги уволили. Команда в тот сезон финишировала вообще на седьмом месте. И где она шла на момент увольнения Мауринио? Наверное, где-то там же, но в любом случае была достаточно далека от четверки. Приходит Антонио Конте из еще более трудного положения. Вытаскивает Тоттенхэм в Лигу чемпионов сразу же, в свой первый сезон. Оказывает мгновенное влияние. И сейчас идет на третьем месте. Вы, наверное, удивитесь, но третье место это выше, чем седьмое. Устаревший Конт на третьем месте идет, на которого такие ярлыки вешают. А Мауринио у нас все еще топчик, все еще легенда, все еще гуру. Он не в состоянии до этого места добраться. Так что, мне кажется, сравнение просто смешное. Вот если смотреть на Мауринио и на Конте. Если мы просто смотрим на то, что они дают, как они команду преображают. Если мы уйдем в детализацию, то я считаю, что тоже Конте. Проблема Мауринио, кстати, одна из основных заключается в том, что он относительно себя лучших времен, не просто устарел тактически, все такое, относительно себя лучших времен, просто сбавил в детализации. То есть это можно проследить в том, как игроки описывают его тренировки, и в целом, как он рассуждает где-то даже местами о футболе, но непосредственно то, что показывают его команды. Он просто сбавил в детализации относительно того, что было раньше. Конте эту претензию нельзя предъявить. И вот вы говорите там еще про конкретные стадии. Безидейность, отсутствие позиционки, устаревший футбол. Устаревший футбол – это ярлык. Безидейность, не знаю, как вы, я вижу у Антонио Конте очень четкую идею, которая прослеживается абсолютно в каждой его команде. Только они организованы без мяча, только они контратакуют, и то, как они себя на самом деле провели в позиционной атаке. Вот вы говорите отсутствие позиционки. Я соглашусь, что позиционка у Тоттенхэма более предсказуемая, чем у любых других команд, и в целом у Антонио Конте достаточно предсказуемая. Но, во-первых, есть то, что мы уже сегодня косвенно вспоминали, но очень важный момент – это то, как Антонио Конте доводит свою команду от вратаря до атакующих футболистов. То есть Антонио Конте, если вы последите, его команды очень часто разыгрывают, несмотря на то, что они ассоциируются с оборонительным футболом, его команды очень часто разыгрывают мяч коротко. И причем разыгрывают мяч таким образом, таким образом коротко, что они выманивают соперника в прессинг, и за счет практически автоматизированных схем преодоления прессинга, за счет запрограммированных на тренировках комбинаций проходят этот прессинг и создают моменты. Я не знаю, вот недавно был, кстати, текст на «Атлетике», какой категории лучше относить эти голы – атаки на скорости, позиционные атаки, либо, так и говорить, выманивание в прессинг. Но это то, что есть у Антонио Конте, и то, что дает ему голы, которые формально заносятся, как голы из позиционных атак. Это точно не контратака, потому что соперник не терял мяч. Мяч был у вратаря изначально. И вот он над этим работает очень здорово. Мауриньо в этом просто откровенно убог. Хуже тренера из известных в этом отношении не найти, кто готовит такие розыгрыши. А Конте, может быть, даже превосходит в этом признанных топов, допустим, Тухеля, может быть, даже и Гвардиолу. Ну, просто это очень узкий аспект, чтобы их сравнить. Но Конте очень детально прорабатывает такие розыгрыши. И это вот вы уж точно недооцениваете, исходя из формулировки вашего вопроса. И это, мне кажется, тоже нужно относить к позиционной атаке. Что касается позиционной атаки более классической, когда уже мяч закрепился на чужой половине поля, у Тоттенхэма она предсказуемая достаточно, но она все-таки присутствует. Тут есть два основных приема. Первый прием – это перегруз дальней штанги, когда латерали в высоких позициях одного из них забывают, особенно если соперник играет четверка защитников. И таким образом команда получает какие-никакие моменты. Может, не нравится, но это приносит моменты. Это по-прежнему на 100% мало кто может обезвредить. И второй прием – это трансформации и подключение одного из, может быть, даже нескольких из футболистов из вот этой оборонительной пятерки. Это может быть, например, нестандартный игрок. Часто у Конта это именно левый защитник. Это может быть Дэвис, Бастони, Лангле, если он выходит на этой позиции. Продвигается достаточно высоко, соперник как-то вынужден реагировать, схема тут адаптируется. И, допустим, даже может возникать шестерка, где либо вот так футболисты адаптируются, либо просто он занимает место в этой шестерке. И это тоже создает перегруз. То есть, да, это ток, эти варианты, к которым можно подготовиться. Это достаточно предсказуемые варианты. Но они в позиционной атаке есть. Она не нулевая у Тоттенхэма. Она не полагается строго на качество, и на индивидуальное качество футболиста. На самом деле, я бы даже сказал, что если говорить о том, насколько позиционная атака полагается на индивидуальное качество футболистов, Мауринио дает им больше свободы индивидуальной, чем Антонио Конто. Антонио Конто, может быть, даже где-то и сковывает. Но общий выхлоппозиционной атаки, мне кажется, у Антонио все-таки по-прежнему намного более продуктивный. И она точно не нулевая. Она не топовая. Топовая у него только выходы от вратаря, которую он отрабатывает очень здорово на тренировках и доводит практически до полных автоматизмов. Но позиционная атака у него присутствует. Если вы внимательно смотрите, вы должны эти приемы тоже, на самом деле, даже если бы не внимательно смотрите, вы должны были эти приемы усвоить, поскольку они очень повторяемые. И если уже искать претензию к позиционной атаке, можно назвать ее предсказуемой. То есть действительно там мало нового, мало фишек от матча к матчу. Ну и, конечно, в переходах Тоттенхэм блистает. Я уже сегодня пояснял, в том числе, по какой конкретной причине команда становится более опасной, чем просто на индивидуальных качествах игроков. То есть Конте за счет спецустановок лучше их организует для того, чтобы даже не спецустановок, а специальных позиций, лучше их организует для того, чтобы максимальную угрозу в переходных эпизодах нести. Ну и, безусловно, умение организовать команду без мяча, мне кажется, по-прежнему Конте тут очень хорош. В общем, надеюсь, я и на частном уровне, на уровне деталей, и на общем уровне отбил это сравнение, поскольку мне кажется, оно смешным, но просто смешным. То есть окей, можно, никто не запрещает, особенно если вы болеющие кромы, и пропитали всей этой атмосферой, наслаждаться тем, что Мауринио построил. Ну, сплотил и шикарно команду. Тут аплодирую без всякой иронии, без всякого сарказма ему. Но, если мы говорим именно о футболе, о тактических аспектах, ну, давайте все-таки немножко уважать друг друга и не проводить такие нелепые сравнения. Для меня это действительно нелепое сравнение. Конте на три головы сильнее, как тренер, чем Мауринио. Это проявляется и на уровне банальном. Результат на табло, и это проявляется на уровне любых деталей. Практически, практически любых, наверное, деталей. Но, в любом случае, 90% деталей, они все будут в пользу Конте. Ну, это не означает, что его нельзя критиковать. Но та критика, которую вот сейчас формулируют люди, она излишня. Она не учитывает контекст. Тот, который я попытался описать. То, что сейчас травмы диктуют Конте, по какой схеме ему играть, а не решение Конте. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. И они упускают общую картину. То есть, насколько Конте преображает свои команды глобально. И как это соотносится с работой других тренеров, которых кто-то по каким-то причинам уважает сильнее. Так что тут я могу Антонио Конте только защищать. А за частности он, безусловно, критики серьезной заслуживает. Я уже вспомнил этот гениальный ход с позиции Сосиньона. И я, может быть, тогда не проговорил это достаточно четко, но откровенно отскочил Тоттенхэм против Марселя. Марсель играл намного лучше. Тоттенхэм пришел на выручку стандарт. Это заслуга Вио-тренера, которого мы тоже регулярно добрым словом вспоминаем. И штаба Тоттенхэма, который пришел к ростке в этом сезоне. И уже в концовке гол, который во многом обусловлен тем, что Марсель не знал, не донесли до них, как складываются события в предыдущем матче. Мне кажется, по качеству футбола Марсель должен был в этом матче вообще побеждать, а не играя лучше Тоттенхэма. Но, конечно, тут Антонио немножко повезло. И это везение очень сильно, конечно, влияет на оценку его работы, самого места в группе Лиги Чемпионов. Но глобально все равно он в большом порядке. Так что я готов локально его критиковать, но глобально не могу понять, за что. Но кроме вот этой вечной претензии стиль не тот. Ну, я не знаю. Мне кажется, наоборот, футбол хорош тем, что в нем есть разные стили. И, да, нельзя искусственно заставить тренеров играть в разных стилях. Но если возникают топовые тренеры разных направлений, то это здорово. У Анчелоти одно направление, импровизация. У Антонио Конте и Диего Симеона разные стили, но и более оборонительный уклон. Но при этом высокая детализация, мало свободы у футболистов. У Клопа, Гвардиолы еще одно направление, строгий позиционный футбол. Супер! Здорово, что есть разные стили, и что каждый может так или иначе выстреливать в определенных условиях и давать абсолютно топовый результат. Наоборот, было бы скучно и плохо, на мой взгляд, для футбола, если бы доминировал один стиль, даже если останется стиль, который угоден большинству. Стиль, который, наверное, ассоциируется с Клопом и Гвардиолой. В нем много хорошего, но разнообразие, мне кажется, еще лучше. Следовательно, дальше вопрос, на который я уже костно ответил. Дмитрий его задает. Можно ли назвать топовым тренером, если он не может построить позиционную атаку? Например, у Симеона и Конта с этим проблемы, но никто не называет их плохими тренерами. Мой ответ – да. Я вроде как уже кристально четко проговорил это. Позиционная атака – самая трудная стадия. Это первый важный аргумент. Если ее строит тренер, то нужно его уважать в особенной степени. Но одна лишь позиционная атака или отсутствие позиционной атаки не должно подменять общую картину. Общая картина для оценки тренера важнее всего. Ну, по крайней мере, в моей системе ценностей. И в этом отношении можно быть топовым тренером, не построив топовую позиционную атаку. Но и при этом еще просьба, ну, в идеале, конечно, не сводить все к нулевая позиционная атака и топовая позиционная атака. Между этими полюсами есть очень много особенностей и много оттенков. И Симеона даже не находится на точке нулевая позиционная атака. И, наверное, даже Гвардиола не всегда находится в точке максимальной позиционной атаки топовой позиционной атаки. Нужно детально говорить о проблемах. Сколько импровизации, сколько приемов, насколько эти приемы предсказуемые, насколько есть разнообразие. В общем, мне удобнее так рассуждать о футболе, а не просто топовая и нулевая. Следующий вопрос большой про Антонио Конте, который касается в целом его работы в Еврокубках, тоже выражающий в большей степени сомнения. Как вы считаете, с чем связаны проблемы Конте в Лиге Чемпионов? С Юви, который был собран великим Беппи Маротой, с одним из сильнейших центров поля в Европе, Пирло, Погба и Видаль, с великой защитой и Буфоном не смогли дойти даже до полуфинала. С Челси, который был еще сильнее по потенциалу, тоже провалил европейскую компанию. Интер тоже не смог выйти из группы. Тоттенхем с большим скрипом празднует выход плей-оффа, хотя из этой группы должны были выходить досрочно. И кажется, дальше особенных успехов не будет. Интересно еще и то, что стиль Антонио более подходящий для такого турнира. Для такого турнира, как Лига Чемпионов, где в матчах на вылет много соперников, которые готовы играть первым номером. Причем это не только гранды, но и команды чемпионы из нетоповых стран. В таких условиях, с точки зрения тактических наклонностей, Конте должен получать преимущество. Я имею в виду, что те же команды, которые стараются действовать первым номером, дают ему и высокую линию, и высокий прессинг, который подставляется под его розыгрыши. И это, в теории, должно делать его теневым фаворитом. Тот же Мауринио, который просто не умеет атаковать позиционно, выиграл Лигу Чемпионов. Напомните, когда он последний раз выиграл Лигу Чемпионов. Когда он в четверти Лиге Чемпионов в последний раз играл, вам не приходило в голову, что тогда футбол был другим, и важность переходных эпизодов была другой, и позиционных структур, и таких позиционных структур, как сейчас не было, которые, говорят, не определяют не то, как команда позиционно атакует, но и то, как она контрпритингует сразу после потери. Так что, тут не удержался, но ответ очень скорый. Как раз-таки, загнивание Мауринио в нынешней Лиге Чемпионов, это хороший пример того, почему вот эта вот отмазка, что даже Мауринио выигрывал, тогда Лигу Чемпионов не работает. Он выигрывал ее, когда был, во-первых, идеально попадающим в свое время тренером, во-вторых, без сомнений, во всех отношениях был топовым тренером. К тому, у Мауринио никаких вопросов. И в плане самодачи, именно такой тренерской, насколько он много внимания деталям уделяет, а он может им уделять огромное внимание. И в плане того, насколько его футбол был тогда современным и передовым. В общем, нет какого-то одного фактора, по которому он устарел, но тогда он точно не был устаревшим, тогда никто бы не рискнул его назвать не топовым. И я думаю, был период, когда даже он Лигу Чемпионов не выигрывал, но все равно был лучшим тренером мира. Вот, например, когда он построил Челси, который был лучшей командой мира, но Лигу Чемпионов именно с Мауринио не выиграл. В общем, вернемся к Конте в этом длинном вопросе. Конте остается одним из стоп-тренеров, который терпит регулярную неудачу в этом турнире, но в чемпионатах умудряются выдавать исторические цифры, выигрывать титулы, даже тогда, когда он заведомо уступает оппоненту. Хотя в чемпионате вышеописанных преимуществ он лишается. Объясните, пожалуйста, нам этот парадокс. Что на ваш Дед, кроме высокой конкуренции, мешает войти Конте в историю в этом турнире? Во-первых, спасибо за такой большой и интересный вопрос. Во-вторых, я вижу, что вы тут не только проанализировали результаты Антонио Конте, но и еще указали на его особенности, которые теоретически должны давать ему преимущество. Это действительно впечатляет. И поэтому я этот вопрос просто никак не мог проигнорировать. Хотя он имеет мало отношения к текущему сезону, где тот, как он действительно вышел можно по-разному оценивать со скрипом, без скрипа, но вышел из первого места дальше в плей-офф Лиги Чемпионов. Смотрите, что тут нужно сказать в целом? Мне кажется, тут проблема как раз таки в том, что чего-то глобального по этим разным командам сказать не получится. Просто потому, что проблемы на разных этапах были достаточно разные. Мне кажется, вы все-таки переоцениваете Ювентус, который был у Антонио Конте. Да, потом Аллегри, творя невероятные сенсации, смог с этим Ювентусом выходить в финалы с еще новыми трансферами, но все-таки мог выходить в финалы, кого-то теряя, кого-то получая, классно адаптируясь. Это действительно так. Но объективно Ювентус, который на тот момент возрождал Антонио Конте, не был командой, которая должна находиться в финалах. То есть Ювентус на тот момент уступал и английским клубам, если мы берем именно ресурсы, и уступал еще к тому же конечно же непосредственно испанским грандам Реалу Барселонии, которые правили. Ну и есть еще Бавария всегда. ПСЖ постепенно подтягивался, но он тогда супергрозной силой не являлся. То есть Ювентус и не должен был забираться далеко. То есть в разовых частных случаях они могли выйти далеко и не должны были проваливаться и там не выходить из группы, как было несколько раз. Но прямо слишком далеко забираться мне кажется Ювентус и не должен был. То есть вы как-то ретроспективно смотрите на эту команду, смотря на то, что вот не смотря не на игроков в той стадии развития, в которой они находились на тот момент, а смотря на игроков по тому, какие они карьеры сделали в принципе. И так можно очень многие команды ретроспективно переоценить, недооценить. Это не совсем на мой взгляд правильный путь. Но в целом если говорить о Ювентусе, то тогда схема, которую использовал Антонио Конте, как мне кажется, была с тройкой защитников 3-5-2 он в Ювентусе как правило играл. Она была очень редкой. И команды, мне кажется, тогда очень здорово находили уязвимость этой схемы именно в Европе, поскольку в Италии многие постепенно начали играть таким образом, либо просто не успевали достаточно быстро вскрывать эту схему на флангах, но в Европе, если смотреть на особенности самих вылетов Ювентуса тогда, этим занимались намного более продуктивно. То есть, там по одному игроку на флангах, и часто это игрок еще в очень высокой позиции. И за счет этого очень здорово вскрывали схему Ювентуса. И сам, на самом деле, Аллегри, когда он перестроил эту команду, перешел в итоге на 4-4-2 ромб, для того, чтобы выйти в финал Лиги Чемпионов, в свой первый финал Лиги Чемпионов. Антонио Конте построил хорошую систему внутри Италии, но не знал, если его в чем-то упрекать, не нашел, как ее перестроить для того, чтобы быть успешным в Европе. Но при этом нельзя лепить вот такую планку ожиданий, которую вы задали, немножко ретроспективно оценивая команду и ее потенциал. Что еще нужно знать о других командах, то там у каждой команды был свой контекст. И можно говорить, что там Конте европейский неудачник, безусловно, но все не так плачевно, если посмотреть на конкретные случаи. Потому что с Челси он вышел в плей-офф, вылетел в 1-8 от Барселоны. До этого, напомню, Челси из-за провала предыдущего тренера. Напомните, как его зовут? Ладно, погуглите, если что. Предыдущего, постоянного, понятно, это дело тренера, а не его. Челси первый сезон Конте вообще не играл в Лиге Чемпионов, а второй сезон Конте выиграл Челси в Лигу Чемпионов и там уступил Барселоне в 1-8, но Барселона сильный соперник для 1-8. Особенно Барселона вот та на тот момент, какой она еще была тогда. И поэтому это нельзя считать провалом. Это, да, упущенная возможность сотворить сенсацию. И в одном из этих матчей Конте, кстати, очень здорово Барселону перекрыл, но не смог это сделать в двух матчах. Я не вижу там тренерского провала. Вот если объективно посмотреть, какая задача была, какой соперник и что сделал Конте, там тренерского провала я не вижу. И с Интером, по-моему, у него, когда он не вышел, была группа смерти. Ну да, вот Инзаги нам показал, как можно выходить из таких групп. У Конте это не получилось. Опять же, упущенная возможность, но, на мой взгляд, Интер в той группе и был третьей командой, поэтому я бы все-таки не преподносил это как именно провал. В Ювентусе, мне кажется, было больше всего упущенных возможностей, а в остальных командах он скорее сталкивается с тем, что ему тяжело довести проект, ну, в принципе, в Ювентусе тоже проявилось, но ему тяжело довести проект до более высокого уровня. Относительно той точки, из которой он втаскивает команду в Лигу Чемпионов и относительно тех соперников, которые ему в конкретные сезоны, в конкретных матчах попадаются, он проделывает не грандиозную работу, но вменяемую работу. Но вот он не может дольше задержаться в команде и дойти до той точки, когда с него можно будет спрашивать больше. Либо спрашивать больше за счет того, что не может каждый сезон попадаться настолько трудные соперники, и в один из сезонов все должно сойтись в его пользу. Либо спрашивать больше за счет того, что он прокачает команду до такого уровня, что даже таких соперников будет проходить. Поэтому я, во-первых, не вижу единой тенденции, вот именно единой тактической тенденции. Мне кажется, все провалы имели свой контекст. Есть только вот такая общая условная тенденция, что действительно Конте европейский неудачник, и не случайно за ним это клеймо зацепилось. Для тренера такого уровня он действительно слабо выступает в Лиге Чемпионов. Но у каждого конкретного случая, мне кажется, есть свой контекст, и соблазнительно в таких случаях, поскольку Конте это большая величина, большую величину всегда соблазнительно пинать, и даже какую-то радость может доставлять то, что вот кто-то такого масштаба обделывается. Соблазнительно, конечно, тут Конте просто слепо критиковать, не погружаясь в эти детали. Но если вы в них погрузитесь, то, я думаю, картина покажется не такой линейной, как она кажется сейчас, ну, или кажется вот в этом вопросе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА